В VIII веке на Ближнем Востоке новая династия захватила власть над одной из величайших империй мира – арабским халифатом. Аббасиды, о которых сегодня мало кто помнит на Западе, правили в течение пяти веков. Под их руководством наступила эпоха военного господства ислама, строительства городов, выдающихся ученых и технологических инноваций. Этот период принято называть Золотым веком ислама. Это история Аббасидского халифата. 632 год нашей эры. В аравийском городе Медина умер пророк Мухаммед. Его последователи, исповедующие новую религию, ислам, охватывают Аравийский полуостров и объединяют его под властью Абу Бакра, первого халифа, наместника Бога на земле. Затем они врываются на мировую арену, сражаясь с двумя сверхдержавами Ближнего Востока, Восточной Римской и Сосанитской империями. После десятилетий войны оба государства становятся уязвимыми, и мусульмане начинают ошеломляющую кампанию, одерживая победу за победой. К 651 году они захватили две трети Восточной Римской империи и почти всю империю Сосанидов. Но в 656 году третий халиф Усман был убит, что привело к первой гражданской войне мусульман или фитме. Али, двоюродный брат и зять пророка Мухаммеда, пользуются поддержкой народа. Но против него выступает правитель Сирии, родственник Усмана, Муавия. Пять лет кровопролития завершились убийством Али в Куфе. Муавия одерживает победу и устанавливает новый халифат Амиядов. Дальнейшие завоевания помогают создать одну из крупнейших империй в истории. Но ее раздирают новые гражданские войны. Одним из вызовов становится Хусейн, сын Али, внук пророка Мухаммеда. Он выступает против наследования престола сыном Муавии, езидом. Но в 680 году он и его последователи терпят поражение и погибают в битве при Кербеле. Сторонников Али и его потомков впоследствии станут называть шиитами. Они до сих пор ежегодно отмечают память о смерти Хусейна в день Ашуры. Огромный халифат Амиядов продолжает расширяться. Но в нем существуют серьезные внутренние противоречия. Многое из того, что мы знаем об Амиядском халифате, получено из более поздних источников, часто неблагоприятных. Однако очевидно, что небольшая арабская мусульманская элита господствовавшая в этой великой империи становилась все более непопулярной среди многих своих подданных, в том числе и тех, кого позже назвали «земми». Это были не мусульмане, в основном христиане, иудеи и зороастрийцы, к которым относились как к низшему классу и заставляли платить дополнительные налоги. Даже те, кто принимал ислам, так называемые «мавали», часто рассматривались как подданные второго сорта. Недовольство, копившееся десятилетиями, вот-вот должно было выплеснуться наружу. Символом власти Амиядов было их белое знамя. Но в 747 году новый символ бросил вызов их власти – черные знамена аббасидов. Ссылки в описании под видео и в закрепленном комментарии. Аббасиды – арабский род, происходящий от дяди пророка Мухаммеда Аляббаса, от которого они и получили свое имя. Они и их сторонники считают, что эта кровная связь с пророком дает им законное право на титул халифа, в гораздо большей степени, чем амияды, которых аббасиды впоследствии изображали как упаднических и презираемых. Аббасиды обещают возвращение к истинному исламу, к правильному учению и нравственному управлению, и рассылают по всему халифату миссионеров и агентов для распространения своего послания. В 747 году, когда халифат вновь охватили восстания и гражданские войны, аббасиды воспользуются своим шансом. В восточном Харасане полководец Абу Муслим, вероятно, перс по происхождению, поднимает восстание, взяв себе в качестве символа черное знамя хашемитов. Хашемиты, потомки Хашема, относятся к многочисленной семье пророка, среди которых важное место занимают аббасиды. Этот пограничный регион, включающий сегодня северо-восточный Иран, часть Туркмении и Афганистана, особенно благоприятен для восстания. Здесь арабы и новообращенные иноверцы живут бок о бок. Они вступают в брак и сражаются плечом к плечу, защищая границу. Для многих Амияды – далекие и непопулярные владыки. Более того, на протяжении десятилетий хашемитские агенты и миссионеры разжигали сопротивление, стремясь свергнуть Амиядов и установить свои порядки. Они посеяли семена революции. Поэтому, когда Абу Муслим начинает восстание, он быстро привлекает к себе сторонников – арабов, персов и выходцев из Средней Азии, многие из которых являются опытными воинами. Он оказывается блестящим полководцем, одерживает ряд побед над войсками Амиядов и в 749 году захватывает Куфу, столицу Ирака. Аббасиды берут на себя руководство революцией. И в следующем году их войска встречаются с армией Амиядского халифа Марвана II у реки Зап. Большинство сведений о последующем сражении мы знаем из аббасидских источников. Халиф Марван, по-видимому, был храбрым, но безрассудным полководцем. Он бросился в лобовую кавалерийскую атаку на линию аббасидов. Аббасидские историки рассказывают, как их собственные войска, воодушевленные недавними победами, выстояли. Стены копий отбивают кавалерию, и атака заканчивается катастрофой. Боевой дух Амиядов сломлен. Их армия разбита. Сам Марван бежит с места битвы, но его преследуют и убивают в Египте. Других Амиядов также выслеживают и истребляют. Оскверняются даже могилы. Один из оставшихся в живых представителей династии, Абд Арарахман, бежит в Испанию. Всего через несколько лет он основывает Кордовский Эмират, вторую ветвь династии Амиядов, которая будет процветать в Иберии на протяжении многих веков. Тем временем Аббул Аббас Ас-Сафах становится первым аббасидским халифом. Хотя аббасидам потребуется более 10 лет, чтобы укрепить свою власть. Ас-Сафах переносит резиденцию халифа из Харрана в Куфу, поближе к владениям аббасидов в Персии. В 751 году он отправляет армию, чтобы сдержать экспансию китайской династии Тан на запад. Компания завершается кровавой победой в битве при Таласе, но также знаменует собой предел экспансии халифата на восток. Многие из тех, кто помогал свергать Амиядов, стремились покончить с наследственным правлением и вернуться к халифам, избираемым из числа элиты. Их ждало разочарование. В 754 году Ас-Сафаха сменил его брат Аль-Мансур. Аббасиды станут новой правящей династией, а Аль-Мансур окажется одним из ее величайших халифов. Но его правление начинается неудачно. С казни блестящего и популярного полководца Абу-Муслима, который теперь рассматривался как потенциально опасный соперник. Аль-Мансур сталкивается с восстанием Алидов, могущественного клана, происходящего от зятя пророка Али. Они возмущены возросшей силой династии Аббасидов и выдвигают свои претензии на власть. В 762 году Аль-Мансур подавил последнее крупное восстание Алидов, положив начало эпохе стабильности, процветания и мира. В том же году он отдает приказ о строительстве новой столицы на берегу реки Тигр. Официально она будет называться Мадинад Ас-Салам, город мира. Это окажется его величайшим наследием, город, который станет частью великолепия средневекового мира. Багдад. В правлении внука Аль-Мансура, Харуна ар-Рашида, халифат расцветает как никогда, а его сердцем становится Багдад. О халифе Харуне ар-Рашиде праведном сложено немало легенд. Именно он является центральной фигурой «Тысячи и одной ночи», шедевра арабской литературы. Дошедший до нас из таких источников образ Ар-Рашида – это образ набожного, мудрого и благодетельного правителя, который молился по сто раз в день, а каждое утро раздавал по тысяче дирхамов на благие дела. По легенде, Ар-Рашид бродил по улицам Багдада под видом нищего, чтобы посмотреть, как живут его подданные. Он был прекрасным наездником, покровителем искусств, увлеченным игроком в шахматы. Его двор был местом, где можно было открыто спорить и обсуждать религию и философию. Даже случалось с женщиной. В халифате, как и во всем средневековом мире, лишь немногие женщины занимали высокое положение сами по себе. Но в качестве матерей, жен и наложниц они могли оказывать огромное влияние. Аль-Хайзуран, некогда рабыня из Йемена, прошла путь от наложницы до жены халифа и обладала значительной властью во время правления своего мужа, халифа Аль-Махди, и сына халифа, Ар-Рашида. Известная своим умом и образованностью, она вела дискуссии по вопросам политики и военной стратегии, принимала иностранных послов, вмешивалась в вопросы правосудия. Значительную часть своего огромного состояния она тратила на общественные работы и благотворительность. Многие называли ее соправителем или даже настоящим халифом. Успех правления Ар-Рашида был обусловлен эффективной работой органов власти и управления. В значительной степени она была построена по образцу предшественников – сасанидов, и в ней широко использовались персидские и среднеазиатские представители бюрократии. Особо следует отметить семью бармакидов. Бармакиды происходили от верховных жрецов буддийского храма Навбахар-Блисбалха, современный Афганистан. Будучи первыми союзниками аббасидов, они играли важную роль в управлении государством, способствуя формированию эпохи исламского государственного устройства, пропитанного элементами сасанидской, персидской культуры. Они хорошо служили аббасидам на протяжении трех поколений, но придворные игры за власть могли быть опасными и непредсказуемыми. В 803 году Ар-Рашид решил, что бармакиды стали слишком сильны, и семья внезапно и резко утратила свою поддержку, а многие ее члены были заключены в тюрьму или казнены. Их падение положило конец контролю бармакидов над должностью визиря, недавно возникшей при дворе должности старшего советника и главного служителя халифа. Эта должность имела огромное значение. Некоторые визири впоследствии обладали такой властью, что затмевали самого халифа. Слава о дворе Ар-Рашида распространилась по миру. Карл Великий, король франков, император Запада и самый могущественный правитель Европы направил в Багдад несколько посольств. В ответ Ар-Рашид прислал ему ослепительные подарки, духи, шахматные доски из слоновой кости, чудесные водяные часы и даже слона по имени Абуль Аббас, который несколько лет жил при дворе Карла Великого в Ахине. Культурная жизнь халифата, и в частности Багдада, была удивительно многонациональной. При дворе Аббасидов отмечались даже персидские праздники, такие как Навруз, персидский Новый год. Такая открытость способствовала процветанию халифата как центр культуры, науки, искусства и медицины. Центром знаний была знаменитая городская библиотека Байт Аль-Хикма, дом мудрости, хотя сегодня мало что известно о ее деятельности. Здесь и по всему халифату ученые переводили на арабский язык классические произведения с греческого, среднеперсидского и санскрита. Благодаря их усилиям удалось сохранить бесчисленные произведения, которые в противном случае были бы утеряны, в том числе труды таких великих деятелей, как Аристотель и Голен. Они также сделали множество собственных оригинальных открытий, знаний, которые стали востребованными на средневековом Западе. Багдадские ученые занимали ведущие позиции в мире во многих областях. Аль-Кинди, известный как философ арабов, был знаменитым эрудитом, писавшим по логике, психологии, астрономии, астрологии и многим другим вопросам. Клад Аль-Хоразми в математику привел к тому, что его стали называть отцом алгебры. От латинизированного варианта его имени алгорисмус произошло наше слово алгоритм. Христианский ученый Хунай Ибн Исхак был прозван шейхом переводчиков за свою роль в переводе древних текстов на арабский язык. Материальная культура также процветала при аббасидах, а появление в IX веке глазурованной керамики открыло новые художественные возможности. На территории бывшего халифата было обнаружено множество красочных изделий этого периода, украшенных животными и куфическими письменами. Аббасидский халифат также извлекал выгоду из своего положения на шелковом пути. Так называлась древняя сеть торговых путей, соединявших Европу и Азию. По этому маршруту шли ценные импортные товары – шелк, пряности, слоновая кость, драгоценные камни и даже породистые лошади. Для поддержки торговли аббасиды строили новые дороги, а также трактиры, богадельни и колодцы для удобства путников. По шелковому пути также распространялись новые знания и технологии. Китайские методы производства бумаги впервые попали в мусульманский мир при аммиядах. Но именно при аббасидах производство бумаги получило настоящий расцвет. Гораздо более дешевая, чем пергамент или папирусы, бумага, имевшаяся в изобилии, изменила практику делопроизводства и книгоиздания и помогла средневековому исламу стать одной из самых книжных культур в мировой истории. В VII веке первые арабские завоевания отодвинули границу Восточной Римской империи до Таврских гор. С тех пор халифат и империя находились в состоянии почти вечной войны с частыми набегами обеих сторон через сирийскую границу. Дважды арабы осаждали сам Константинополь, но так и не смогли взять великий город. В 782 году сам Ар-Рашид во главе аббасидских войск дошел до берегов Босфора. До 1804 года Восточная Римская империя выплачивала халифату ежегодную дань. Когда император Никифор прекратил выплаты, аббасидская армия перешла Таврские горы и застала его войско врасплох при Красосе. Римляне потерпели тяжелое поражение. Самому императору посчастливилось спастись. Цикл набегов и ответных рейдов продолжался годами, в результате чего Ар-Рашид даже перенес столицу аббасидов в Ракку, чтобы быть ближе к границе. Но эта зацикленность на соперники на Западе привела к тому, что халиф не заметил проблем на Востоке. В 809 году пришло известие о восстании в Харасане. Именно во время похода на Восток, чтобы противостоять этому восстанию, халиф Харун Ар-Рашид заболел и умер. Его 22-летнее правление будет считаться золотым веком аббасидского халифата, временем процветания, стабильности, интеллектуальных и культурных достижений. Но попытки самого Ар-Рашида обеспечить мирную передачу престола привели к катастрофическим последствиям и снова ввергнут халифат в гражданскую войну. Во второй, заключительной части Золотого века Ислама мы рассмотрим последствия возобновившейся гражданской войны, возникновение новой касты рабов-солдат и разрушительный натиск монголов. Спасибо за просмотр! Если вам понравилось это видео, пожалуйста, подпишитесь на наш канал, поставьте лайк и обязательно поделитесь им со своими друзьями. У нас есть телеграм-канал, группа ВКонтакте и Дзен. Ссылки будут в описании. Подписывайтесь, там мы будем выкладывать интересные материалы по истории, а также сообщать о выходе новых роликов. А если вы оформите подписку на Бусти, то получите ранний доступ к новым видео, а также упоминания в конце видео.